Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры, инвесторы и все те, кому не безразличен проект асинхронные двигатели Дуинова. С вами Александр Сударев. И сегодня мы затронем очень важный и насущный для многих вопрос. Вопрос безопасности освещения. Компания АСПП уже давно занимается разработкой ресурсов и энергосберегающих технологий. Как мы знаем, основными источниками потребления являются освещение и асинхронные электродвигатели. Так вот, касательно энергосберегающего освещения, у АСПП имеется ряд патентов. Но с внедрением данных технологий возникает вопрос о их безопасности. Вот с этим вопросом давайте обратимся к специалисту в области гигиены света ДНГ Виталию Николаевичу. Безопасность света имеет актуальное значение для сохранения зрения подрастающего поколения. Всех у нас есть дети, внуки, поэтому в школьное освещение требуется дополнительная проработка. В инициативном порядке в АСПП проводилась работа по анализу методов, обеспечающих безопасность светодиодного освещения. Итогом этой работы явилась наша поездка в Лондон на 3 детский автоматический конгресс. Мы сделали доклад и обратили особое внимание на перспективные разработки, где синяя опасность, которая влияет на зрение ребенка, сведена к минимуму. Это вы видите на слайде. По результатам работы конгресса была выпущена резолюция конгресса, в котором рассмотрены вопросы роста миопии в результате школьного обучения и также методы, которые позволяют снизить риски возникновения миопии у детей. К этим методам относятся улучшение качества светодиодного освещения. Это светодиодное освещение называется светодиодное освещение с биологически адекватным спектром излучения. Конгресс отметил озабоченность всех докладчиков по возрастающей роли болезни, глазных болезней. И в резолюции это отдельным пунктом отмечено. Пункт вы можете увидеть на слайде. Важным результатом работы конгресса явилось ясное понимание необходимости разработки и внедрения эффективного контроля видеобезопасности зрительной среды. Для того, чтобы предотвратить не только массовое развитие глазных заболеваний, но и исключить негативные влияния современной зрительной среды на функционирование многих систем жизнедеятельности у человека. И в первую очередь необходимо запланировать и ускоренно провести междисциплинарные исследования по разработке критериев комфортной зрительной среды при массовом постоянном использовании искусственных источников света, экранов современных телевизоров, дисплеев и гаджетов. Здесь необходимо обратить внимание на превышение в 2-3 раза составляющей синего света в их спектре, а также на часто недостаточную составляющую красного света по сравнению со спектром естественного солнечного света. Общая тенденция безопасности освещения полупроводниковыми источниками света и видеобезопасного излучения у дисплеев такова. Необходимо иметь биологически адекватный спектр, который обеспечит гармоничную работу зрительного анализатора и гормональной системы человека. Конгресс обращает внимание глав государств и правительств на необходимость финансирования государственных программ по разработке национальных рекламентов зрительной работы с привлечением к этим исследованиям офтальмологов и представителей других научных дисциплин, специалистов в области гигиены и охраны труда. Или посмотреть на сайте Конгресса. Хочется отметить, что в апреле месяце, 17 апреля этого года в Москве на выставке «Электр-18» в разделе «Промышленная светотехника» состоялся круглый стол. «Как модернизировать освещение в учебных заведениях? Требования успешной практики, типичные ошибки». Круглый стол ввел господин Долин Евгений Владимирович, директор ассоциации АПСС. Вот. Но хочется обратить большое внимание, что на этом конгрессе участвовал Азенберг Юрий Борисович. Это профессор, академик, вот шеф-редактор журнала «Светотехника». Его зажигательная речь по обеспечению безопасности света для детей и состоянию освещения в школах вызвала живой интерес у участников круглого стола и, в принципе, совпадала с той резолюцией, которая была опубликована на сайте конгресса, нашего конгресса. Пик высокий, та самая синяя опасность, которая, по их мнению, бесспорно опасна для детей и младшего возраста. Есть государственная программа, как я уже упомянул, перестройки образовательных учреждений. Только тем, кто ответственен за эту программу, некогда, вероятно, ей заниматься, у них есть более важные дела, поэтому явных крупномасштабных взвигов не чувствуется. Поэтому мы предполагаем направить новому, старому президенту страны письмо с показом, к чему приводит плохое освещение в школах. А последние зафиксированные данные — это четверть всех учащихся кончающую школу, 25%. Это люди с дефектами зрения. А кто в стране думает о том, как работать на производстве с плохим зрением и как снизится от этого производительность труда? А кто думает, как пополнять армию высококвалифицированными военными, здоровыми, когда сегодня, по моей оценке, она не имеет фактического, ну, так сказать, экспериментального подтверждения? К сожалению, не проводятся проверки состояния, фронтальные проверки состояния освещения, скажем, в первом классе и в десятом классе, и там теперь в одиннадцатом классе. А ведь я думаю, что это уже далеко за 30%. Ну так как же это можно терпеть? Что это за государство, которое губит свое будущее поколение? Поэтому мы хотим направить письмо с предложениями. Я перечислю только эти предложения, не буду останавливаться на них подробно, просто потому что я чувствую давление времени и то, что это рассчитано в подробном исполнении, так сказать, на другую аудиторию. Мы считаем, что первое, что надо сделать в рамках вот этой вот этой программы общей, это организовать в Москве, где есть пять крупных научно-исследовательских организаций по офтальмологии, определить в Москве и в Московской области, определить, какой из них можно создать центр, офтальмологический и гигиенический центр внедрения светодиодов. Причем это крайне необходимо, потому что светодиоды по своей конструкции, по своим характеристикам, по световой температуре, по световой отдаче при разных температурах, по яркости, по светораспределению быстро меняются. Вот к тем светодиодам, которые показывал вам Евгений Владимирович, сейчас уже почти на крупной серии, то о чем тоже говорил Евгений Владимирович, идут светодиоды без синей опасности, без этого максимума, с гладкой кривой. Есть светодиоды разной мощности, кто-то должен проверять эти светодиоды и светильники с ними, потому что мало иметь хороший светодиод, очень важен прибор, с которым эти светодиоды применяются. Давать рекомендацию и такой центр должен иметь право давать десертификат и подсказывать в каких областях и с кем эти светодиоды должны применяться. Ну, например, у меня есть большое сомнение, и лично оно, сомнение это приводит к колоссальным результатам. Вот эти 44 тысячи детских садов, на мой взгляд, с новыми светодиодами без синих пиков, можно совершенно спокойно, на мой взгляд, освещать светодиоды. Но это же какой потребитель? Вы представляете? А появились модульные светодиоды, а появились возможности другие, а главное, много разных светильников с разными светодиодами. И часто это бывает не очень-то совместимые пары. Так вот, первое, надо организовать этот центр, там, где офтальмологи есть, квалифицированные и обеспечить. Это очень маленькие затраты, крошечные, потому что на имеющихся площадях с имеющимися специалистами, практически с имеющимися оборудованием. Второе, что надо сделать, надо объявлять... Как вы можете видеть, проблема безопасности светодиодного освещения требует безотлагательного решения на уровне правительственных программ. Ну, а на этом видеоролик подходит к концу. Надеюсь, он был для вас полезен и интересен. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и регистрируйтесь в личном кабинете официального сайта проекта «Асинхронные двигатели Дойнова». До новых встреч!